Десна ТВ Дачные автобусные маршруты Десногорска заработали после продолжительного перерыва. Об эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБ России Владимир Кротов. По данным Роспотребнадзора в Смоленской области в городе Десногорске на сегодняшний день зарегистрирован 131 положительный случай новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день выздоровело 84 человека. Хотелось бы еще раз обратить внимание, что ситуация в Смоленской области и у нас в городе по-прежнему остается очень напряженной. В частности, в Рословском районе сегодня 337 случаев положительного ковида. Клиники и Рословля, и Смоленска работают с большим напряжением. У нас в медико-санитарной части на сегодняшний день в инфекционных отделениях находится 42 пациента. По поводу тестирования. Протестировано жителей Десногорска более 4 тысяч человек. 2,5 тысячи протестировано сотрудников Смоленской атомной станции. Часто задают вопросы по поводу тестирования и пожелания обследоваться. К сожалению, в своей лаборатории в Десногорске нет. Поэтому мы отправляем тесты в лаборатории Смоленска, которые на сегодняшний день работают с большой перегрузкой. И квота для Десногорска уменьшена буквально до 20-30 анализов в неделю. Спасибо, надо сказать, нашим коллегам из главного центра ФМБА, которые взяли основную нагрузку. И мы дважды в неделю отправляем эти тесты на исследование в Москву. На сегодняшний день возможности у нас 350 тестов в неделю. Это только те контингенты, которые подлежат по приказам и постановлениям главного санитарного врача. В заключении, пользуясь случаем, хотелось бы еще довести до вас одну информацию. В 3-е воскресенье июня в нашей стране отмечается День медицинского работника. Я хотел бы от всей души поздравить всех медиков, врачей, медицинских сестер, водителей, работников технических служб, которые работают на здравоохранение. Поздравить их с праздником профессиональным, пожелать самим им здоровья, благополучия. К сожалению, многие из нас эти праздники и выходные дни будут встречать на рабочем месте. Но, тем не менее, еще раз всех с праздником. Надеюсь, что мы сможем отметить достойно этот праздник, когда победим вот эту коронавирусную инфекцию. Будьте здоровы, с праздником! Одна из первых мер смягчения действующего особого режима в Десногорске и уж точно одна из самых долгожданных. Возвращение автобусного сообщения с Кукуевкой. Маршруты заработали после двухмесячного перерыва постановлением главы Десногорска Андрея Шубина. На термометре по 30 и где как не на даче проводить эти теплые дни. С 18 июня десногорским дачникам стало намного проще добираться до своих участков. В Атомграде вновь заработали четыре ранее отмененных из-за пандемии автобусных маршрута. Первые две дни, первый день вернее, народ еще, наверное, мало знает. Поэтому народу не очень много. Возобновление автобусного сообщения из Десногорска до товариществ «Строитель», «Николаевская», «Надежда» и до «Профилактория» – это первый этап ослабления еще пока действующих особых эпидемиологических мер. «Строитель» – это правильно, но надо было чуть раньше, наверное, если соблюдать все меры безопасности, то можно было раньше, конечно, запустить их. «Конечно, хорошо, что заработали автобусы. Пенсионерам столько, как выразиться, не хватает же на такси денег. Спасибо большое». Нахождение в салоне с соблюдением мер личной безопасности – это условие действует до 22 июня. Тогда же отменят особый режим. А пока же при наличии уже привычных маски и перчаток двери автобуса всегда открыты. Автобусы по муниципальным маршрутам ходят по летнему расписанию. Летнее расписание размещено на остановочных пунктах, размещено в здании автовокзала. И также комитет по городскому хозяйству дополнительно будет размещено на сайте администрации города. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. 18 июня автопарк службы благоустройства пополнен новым погрузчиком. Это уже вторая машина в этом месяце, приобретенная администрацией при поддержке концерна «Росэнергоатом» и губернатора области Алексея Островского. «Этот фронтальный погрузчик будет использоваться в летний и зимний период для содержания автомобильных дорог, содержания нашего города в чистоте и порядке». 8 июня организация уже получила комбинированную дорожную машину на базе КАМАЗа. Итого в службе благоустройства 21 единица техники. Но и это еще не все. Скоро парк компании пополнится новым трактором для покоса травы и уборки тротуаров в летнее и зимнее время. В конце выпуска о погоде. 19 июня в Десногорске переменная облачность, возможно гроза. Днем плюс 29, ночью до 20 тепла. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин